борис приветствую вас алексей васильев универ капитал и борис батин манимен мы посвящаем нашу текущую встречу текущей запись текущую запись размещению которая в настоящий момент идет облигационного займа а также хотели просто поговорить для широкого круга инвесторов и просто интересующихся людей финансовым рынком поговорить презентовать рассказать о компании вот борис только что приехал с мероприятия сибонс казначейства да у нас непосредственно рынок несколько испытывают небольшие сложности но при этом я вижу что качественными тенты они продолжают размещаться да если за этим хотел просто как раз уточнить у вас как сейчас идет бизнес расскажите про свою компанию про то как вам удалось достичь таких достаточно высоких больших показателей вы наверно крупнейшая info сейчас у нас в стране до с высоким рейтингом и качественным аудитом вот можно пару слов про компанию в части в том числе какие использовались стратегии развития компании то есть это западные модели были или какие-то ваши ноу-хау вот в двух словах ну вся эта история началась еще в 2012 году уже почти десять лет в следующем году будем празднуем десятилетие компании надеюсь и до этого мой background был ориентирован на западную модель развития бизнеса до этого работал достаточно долго в инвестиционных банках международных и наверное если мы говорим про систему там управления и развития то все-таки больше ориентир на западный подход и западное образование тоже да 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 то есть по сути там всю сознательную жизнь там до начала компании идея в евразии я проучился и проработал на западе в лондоне вот и принципе ну и оттуда наверное по бы пошло мое видение как можно развиваться и строить бизнес вот из нас свободно мы начали работать серия кредитования потребительского и то акценты мы ставят поставили на цифровизацию автоматизацию бизнес-процесса то есть надо понимать что для того чтобы успешно развивать бизнес должен быть какого-то конкурентное преимущество и мы видели возможность эффективно автоматизировать оцифровывать бизнес-процессы банковской сфере и так принципе и родился сервис money man там первое онлайн кредитование в россии с тех пор конечно много изменилось рынок достаточно сильно развивается то что в двенадцатом году было инновационно сейчас уже стандарт но мы стараемся постоянно добавлять новые идеи новые направления в рамках развития группы в этом году мы активно начали заниматься кредитованием под залог коммерческой недвижимости в рамках проекта онлайн ипотека да опять же мы увидели достаточно большую возможность к автоматизации бизнес-процесса именно в этой сфере кредитования несколько лет до этого там пару лет назад мы начали также кредитовать мсб в казахстане бренд соло тоже недавних пор сегмент который был не избалован вниманием банков и зачастую он такой сложный он сложный он достаточно сложно сложно оцифровывается да и нестандартные кейсы там да нестандартные кейсы да сбор данных это много разных источников нету как бы одного понятного прозрачного источника данных да многие мсб там часть у них там проходит пока сейчас допустим нету нету допустим прозрачной отчетности да и все это собрать потом из разных источников и сделать понятную картинку этого мсб это надо подумать как это правильно сделать то есть он там тяжело формализовывается да и кредитная фабрика она выстраивается более сложными алгоритмами чем розница да 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 то есть если вот мы например 10 лет назад увидели начало процесса автоматизации розничного кредитования то сейчас мы увидим что следующая эволюция да это скорее автоматизация кредитования малого и среднего бизнеса и тут внедрение вот пост терминалов на законодательном уровне конечно помогает вот теперь какой бы мсб не был макро микро или средний в целом большая доля оборота проходит через пост терминала все дальше проще оцифровывать получается сейчас начинается взрывообразный рост внедрения карточек да он приводит к тому что меньше наличности соответственно у вас появляются упрощение алгоритмов с точки зрения анализа денежного потока все верно верно вот и это интересный сегмент потому что там есть большое количество качественных клиентов у которых есть четкая понятная потребность финансирования там для пополнения оборотного капитала или допустим более долгосрочных инвестиций и нехватка как я говорил внимания от банков то есть это и не ритейл и не корпорат да то есть корпоративный блок привык работать с крупными чеками большими корпоратами ритейл работает в ритейле микро малый и средний бизнес а сегодня еще и самозанятый да вообще новый сегмент который несколько лет мне вообще не было это вот как раз достаточно интересный сфера для дальнейшего развития работы банках до крупных знаю что сожалению вот эти средние чеки до назовем их так от условно там наверное 20 миллионов рублей да там даже нет даже от 5 миллионов рублей до 100 рублей они они к микробизнесе например у которого человек 10 тысяч ну в эквиваленте 10 тысяч долларов да там миллион рублей неважно там 700 миллионов рублей то куда ему идти вообще некуда идти а при этом достаточно интересный сегмент да вот у нас например мы видим опять же по работе в том же казахстане большой спрос на наш сервис на микробизнес которые связаны с торговлей покупает что-то в китае реализует допустим в казахстане и и тут зачастую чеки на оборот на капитал 10 тысяч долларов да это и четкий понятный кейс а вот купил продал вот плюс опять же если мы посмотрим последние там несколько лет ну конечно пандемия да сложный период но мы наверное как цифра как цифровой провайдер финансовых услуг один и одни из бенефициаров этого общего тренда и структурного изменения в экономике да то люди стали потреблять товары и услуги цифровыми способами больше они привыкли использовать там qr-коды привыкли использовать приложения и вот эта вся пандемия только подтолкнула это это развитие опять же я вот лично я думал что qr-коды не будут популярны потом наступил там тот же ковид появились qr-коды чтобы пойти в ресторан там где-то qr-коды чтобы пойти туда qr-коды сюда и люди привыкли пользоваться qr-кодами ко мне недавно приходил на переговоры тоже клиент малого бизнеса да я протянул ему визитку а он мне сказал что это уже не из жизни и дал мобильный телефон чтобы я сканировал qr-код это такой достаточно универсальный мета язык который позволяет обмениваться данными абсолютно не но визитка по существу и то есть там данные до которые надо отсканировать и выбросить да поэтому смысл qr-код очень удобно раз налил сразу все правильно занеслось книжку понятно мне очень как как рейтинговые агентства на это отреагировали какие перспективы у вас повышение рейтингов связи с тем что явно сейчас ваш бизнес растущий да и в принципе он в противофазе то есть он защищенный и на частных вот этих переменах до связанных с в том числе эпидемии он наоборот растет то есть есть понимание того как будет меняться рейтинги и вообще в целом по ходу рейтинговых агентств ну достаточно интересно на самом деле развивался рейтинг мы давно работаем средствами и агентствами уже много лет и в принципе там прошли достаточно долгий путь понимание нашего бизнеса в глазах рейтинговых агентств и сейчас у нас наивысший рейтинг и бизнес уже достиг каких-то определенных масштабов и рейтинговые агентства понимают что микрофинансовые отрасли микрофинансовые организации это по сути полноценный игрок в финансовом секторе наивысший рейтинг для МФО да то есть в принципе речь идет даже о том чтобы в целом сместить эту оценку именно так потому что сейчас по сути есть некий максимальный рейтинг который может получить микрофинансовая организация на ниже чем банк объективных причин почему это так нету потому что с точки зрения риска с точки зрения управления портфелями там уровень достаточности капитала там ликвидности и так далее микрофинансовая компания может вполне себе не уступать банку не говоря уже о том что касты гораздо ниже да да но тем не менее чем у банка агентства все равно есть вот это предположение что рейтинг микрофинансовой организации должен быть ниже несмотря ни на что и это то что сейчас мне кажется должно поменяться потому что микрофинансовые компании доказали что у них есть доступ к рынку капиталов достаточно много выпусков за последнее время было они достаточно устойчивы в различных экономических циклах то есть мы работаем 10 лет и за это время как бы и рубль девальвировал и ковид был наступал как бы и крым был наш и так далее много было различных шоков внешних и тем не менее как бы мы показали что мы можем работать в различных условиях потом и по объему микрофинансовая компания уже зачастую далеко не микро да и может быть больше чем некоторые банки вполне себе да там ну понятно что мне не нет ни топ-5 банка мы в целом микрофинансовые компании в том числе за счет консолидации стали как бы крупными игроками финансового рынка до получили нормальный прозрачный аудит у нас это биг форда и работают даже 10 лет устойчивый уровень капитала запас ликвидности то есть по всем объективным причинам зачем там рейтинг должен быть возможность возможность поднять и пока что ограничивать только название микрофинансовая организация то есть пока это без них подходом скорее я вчера дочитал книгу ричарда талера архитектура выбора да и он как раз пишет там много о принятии решения рациональности и при этом совершенно неожиданно для меня он говорил об мфо вот и говорил что это не хорошо неплохо что здесь что это даже скорее как бы в развивающихся странах это очень хорошо потому что позволяет позволяет как бы финансовой системе дотянуться до всех граждан нуждающихся действительно в этом инструменте да и вот это для меня даже неожиданность было что в общем то там признанный ученый авторитет подчеркивает что не должно быть стереотипного мышления в этих вопросах я вспоминаю 10 лет назад ну примерно 10 лет назад как выходил тинькофф банк на рынок да понятно было ну профессионалам что это хорошая структура там отличный менеджмент перспективные направления да но тем не менее все равно приходилось ребятам доказывать да что в принципе у них там большое будущее теперь мы я помню прекрасно вот там уже лет пятнадцать назад шестой седьмой год когда тинькофф только начинал развиваться как бы особо профессиональные большие фонды не хотели со скептиком относились да я помню там первые облигации вообще привлекали в шведских кронах одни из первых тоже достаточно сложный путь а теперь вот они всем доказали что теперь уже за ними бегают чтобы они как бы молодцы как бы усерли всем нос вообще молодцы то же самое что что тинькофф что каспер вообще супер истории супер success stories хотя и и на первых и на вторых в начале пути смотрели так немножко косо куда вы тут уже устоявшиеся игроки куда вы пришли вот и так же с микрофинансовой организации давно много скепчиса было много недоверия но сейчас мне кажется компания доказывает что это хороший устойчивый бизнес большими перспективами инновационные направления вот мы затронули до тинькофф который сейчас еще и инвестом извест банком фактически становится у него большая большая база в том числе инвесторов которые пользуются приложениями и так далее да вот у вас какие-то еще направления есть перспективное развитие о которых вы думаете которые можно было бы развивать на вашей базе до клиентской может быть докрутив мы видим 2 до 2 вектор развития первое опять же работа существующей клиентской базы предлагаем более широкий спектр услуг в этом году мы запустили карты не просто уже кредит который мы кидаем на счет банк ленту но это не уже непосредственно выпуск карты это этой карты мы хотим предложить максимально широкий спектр услуг и владелец там карты будет иметь возможность не только тратить деньги и получать кредит но этом сбережение будет различный севинг стулс по моему помощь сбережением помощь в инвестиции и так далее то есть это полноценный финансовый инструмент нацеленный на на масс-сегмент на масс-лоу масс-сегмент который по это во многих странах это 50 точек или ниже не 60 процентов населения на самом-то деле очень большая прослойка населения то есть это первое второе нам очень нравится сегмент микро-малого и среднего бизнеса то есть все начиная от самозанятых и пэй и небольших о то есть опять же этот сегмент который недообслужен банками и и мы хотим предложить ему и залоговое кредитование беззалоговое кредитование именно на развитие их бизнеса и у нас много опять же кейсов когда владелец небольшого бизнеса например привлекает деньги на за там выкуп помещение где сидит или закладывает помещение которое у него в собственности для открытия второй точки бизнеса и так далее и этот сегмент закупки до наоборот наоборот на капитал очень интересный перспективный сегмент и в россии в казахстане и в этом направлении мы будем активно развиваться соответственно вот это масштабное заимствование они как раз с этим связано чтобы развивать этот бизнес да как бы то есть перспективную нишу заполнить безусловно то есть сейчас это очень интересные хорошие возможности если говорить о том во сложностях да но сложности скорее не не ваших да то что мы сейчас наблюдаем на рынке ужесточения кредитной политики повышения ставки там и так далее то есть тут насколько вы защищены защищены и какие тут могут быть для вас там с одной стороны вызовы с другой стороны наоборот плюсы да как бы которые можно там использовать для своего развития да вот данную ситуацию но мы привыкли в принципе работать достаточно волатильной среде ну и в принципе как бы опять же буквально за 10 лет было несколько внешних сильных шоков для экономики поэтому нам и как многим нашим коллегам не привыкать с одной стороны взрослый конечно всегда хотелось бы чуть больше стабильности то есть это вопрос не 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 ставка в абсолютной величине но когда в течение одного года она почти в два раза меняется почти в два раза но это достаточно сложно переварить и сложно адаптироваться к этому конечно поэтому такая вот такая волатильность ну привыкли проще не спрощение из года в год проще не становится несмотря ни на что ну как бы я бы страны всегда драматические повышения ставок да по сравнению с предыдущими периодами на все достаточно здраво и управляемо идет да вот расширяя вопросы по по услугам да хотел уточнить вот меня интересует в том числе тоже под прочтением нахожу сейчас книги до талера про кредитование в развивающихся странах я хотел уточнить а продукты какие-то могут быть интересны у вас для скажем так для людей которые здесь работают без гражданства там гастарбайтеров так далее мне кажется достаточно перспективное такое по крайней мере массовое направление до которое может быть интересна с точки зрения заработка или там есть какие-то сложности связанные как бы с какими-то ограничениями не бизнес характера да не все сложности можно решить вопрос желание и перспектив вот например опять же если мы говорим про кредитование не граждан то это надо делать в совокупности с присутствием в той страны откуда этот человек приехал на заработки у вас в казахстане есть бизнес да вы это имеете ввиду что вы можете ну вот тут кстати вот не очень много россия казахстан не такой уж большой поставщик установлен рабочей силы то есть не так много казахов в россии которые работают в россии не так много россиян работают в казахстане другое дело узбекистан например россия вот это уже намного более интересный канал и намного большее количество людей пересекает эту границу для на заработки и и вот тут действительно интерес в принципе интересная возможность но к ней надо прийти через присутствие в узбекистане то есть надо понимать этого человека в стране его рождения пребывания и становления для того чтобы собрать по нему достаточное количество информации если он приехал в россию работать то кредитная история или там история потребления она сформировалась не в россии она сформировалась в узбекистане и должна быть инфраструктура которая имеет возможность это правильно оценить и в принципе в узбекистане за последние три года кредитное бюро очень сильно развилась оцифровалась и то есть уже вот это api подключение и можно в режиме реального времени собрать всю информацию по опять же транзакциям вот есть у них uscard которые там подавляющее большинство платежей обрабатывает и данные по транзакциям можно также собрать через кредитное бюро то есть в принципе присутствие в узбекистане можно начать эффективно кредитовать людей которые приехали в россию на заработки и опять же если человек это возвращается потом через какое-то время в узбекистан связь с ним не теряется да можно продолжить его финансовое взаимоотношение с организацией мы можем кредитовать в россии можем помочь переслать деньги на семье обратно в узбекистане потом он вернулся узбекистане мы можем продолжать его кредитовать потом помочь ему инвестировать и развивать бизнес узбекистане страна на подъеме страна развивается и вот в таком формате это интересно и пересылкой заниматься да или это другой бизнес денег просто пересылка не интересно потому что уже есть состоявшиеся успешные игроки там маржи нету как бы что новому придумано и так достаточно легко и удобно переслать деньги на самом деле рынок денежных переводов в странах снг один из самых конкурентных в мире день до переслать деньги в рамках страны снг дешевле чем например из америки в мексику условно говоря поэтому в этом плане опять же сравнить в western union тарифы и тарифы там российском золотая корона и так далее тарифов разные меньше поэтому я даже не представляю что можно еще принести в этот сегмент кроме как ну давайте работать вообще в минус а если к этому привязать кредитование это интересно вокруг этого может быть целая история которая интересна и актуальна жителям узбекистана желание работать развиваться там кормить семью там образовывать детей в узбекистане очень сильно динамично развивается буквально там последний раз я был там несколько месяцев назад от этого пять лет назад ну большое впечатление произвел на меня ташкент своим развитием скоростью до изменений думали же понимать что достаточно низкая база еще то есть там речь развиваться развиваться то есть если взять 10-летний view на развитие узбекистана туда надо можно делать развиваться там есть и смотреть на какой-то трех-пятилетний горизонт ну наверно не так интересно смотреть долгу то это может быть интересно это да как бы связать что человек работает живет в узбекистане что в россии для него будет один континансовый контрагент например мы который его поддержит и в узбекистане и в россии и если он вернется в узбекистан его там качественное обслуживание кредита в россии поможет достаточно интересная а в том числе мы об этом думаем достаточно интересная перспектива хотел уточнить еще тогда по продолжение этих разговоров наших о дополнительных каких-то услугах да вот что-то связанное с ценными бумагами вы например не планируете или другой там сектор имеется ввиду там брокерские какие-то приложения и так далее что можно было бы с точки зрения именно приложений здесь развивать до вашем бизнесе что дало бы на ваш взгляд какой-то выхлоп или это какие-то ноу-хау которые публично единственное что мы думаем как бы опять по мере развития карты money man мы дам вполне себе да не можем дать нашим клиентам возможность соизбережения инвестировать но опять же в россии уже очень раз этот рынок в рынке инвестиций что-то нового там может не придумаем на самом-то деле да тут мы на самом деле видим даже больше перспектив в европе да и опять же даже примерно визит money на это ребята из тинькова до поехали развивать проект в европе потому что там опять же рынок вот этих вот ритейл инвестиций намного менее развит чем в россии и мы должны понимать что россия с точки зрения финтех а одна из самых развитых стран в мире на самом-то деле в россии в европе там латинской америке действительно так поэтому надо аккуратно выбирать поле боя где можно побороться за за долю рынка и вот например бороться просто предлагая какие-то там финансовые инвестиции но мы в этом не видим свое конкурентое преимущество хорошо а тогда перейдем вопрос там к вопросу об ипотеке да то есть сейчас мы видим что у вас наметилась тенденция до увеличения и сдвиг такой от продуктов займы до зарплаты да там ипотечным продуктом и более длинным кредитом вот насколько это перспективно это будет как-то замещаться или это эти проекты продукты будут параллельно существовать какая они развиваются они развиваются параллельно то есть это вопрос не замещение это просто два параллельных проекта в рамках группы мы видим огромный потенциал залогом кредитовании опять же поясню мы не планируем конкурировать там как говорится head-to-head с альфой с втбс сбербанком давай пытаясь дать кредит семье на покупку primary вот жилья основного новостройки да ну как бы там опять же мы ничего там не придумываем сейчас очень классный сервис все эти банки предлагают удобный достаточно цифрованный уже низкие ставки ну как бы ничего нового там не придумали но если мы смотрим на рынок например коммерческой недвижимости или рынок ритейл склады офисы земля вот тут намного более больше возможностей скажем так для конкуренции и вот этот сегмент нам он интересен поэтому когда мы говорим про залоговое кредитование это не ипотека на жилье в новостройке а это скорее залоговое кредитование для развития бизнеса развития какого-то предприятия и тут действительно намного больше возможностей ну да я просто тоже я с этим согласен очень видны нерациональности когда ты анализируешь цены на недвижимость да ту или иную то есть в новостройке которая кредитована крупным банком да и какой-то объект который тоже может быть качественный но который не аккредитован там крупным банком там разница в ценах там может быть доходить там до 50 процентов и выше да что в общем-то говорит о том что вот здесь как раз есть возможность бизнеса заработка да и в целом если мы посмотрим как бы до сих пор если советское наследие виде не обремененную недвижимости это уровень не обремененной недвижимости в россии достаточно высокий если пройти там по москве и посмотреть первые этажи где там парикмахерские волны красоты там и так далее то зачастую эта недвижимость не обремененная но это хороший актив для привлечения денег при этом по каким-то формальным критериям она может не подпадать вот там или она может не попадать или бизнес парикмахерская которая там работает там не хватает ну действительно они плохо ложатся на продуктовую матрицу банков и у нас очень часто вот приходят опять же владельцы парикмахерских сонах красоты у них может быть один офис хотят открыть еще одну точку и говорят вот возьмите залог помещения где сейчас работаю на эти деньги я хочу там купить оборудование купить новую точку и буду развивать бизнес там и вот с таким предложением им сейчас идти некуда или или путь очень сложный или ставки очень высокие по сути это нормальный бизнес нормальная недвижимость почему бы не дать денег на развитие бизнеса такому предпринимателю это правда это это заметно невооруженным глазом особенно когда ездишь командировки даже там города миллионники даже на центральных улицах вот есть такие такие ситуации которые там точно точно с чем можно точно работать да то есть сложившиеся менеджеры сложившиеся собственники на но у них есть сложности с закладыванием такого рода недвижимости под развитие своего бизнеса хотя всем понятно что этот бизнес генерит генерит выручку нормально понятно окей интересно достаточно ценные пояснения но в принципе в принципе в принципе так обо всем поговорили поговорили да может быть так обсудить лицо вашего инвестора да то есть ну сейчас размещение идет мы уже так представляем достаточно успешно она идет несмотря на то что финансовый рынок как бы там сейчас сложный да вот то есть каково в принципе лицо вашего инвестора и отличается ли он может быть категория этих инвесторов которые вам там по разным каналам до финансируют вас то есть какие 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 вы для себя здесь можете прокомментировать нюансы да там для нас как уточнение то есть лицо инвестора наверное меняется да если по мере в том числе развития там ритейл инвестиций если мы берем несколько лет назад то лицо нашего инвестора это скорее человек там средний чек был около 100 200 тысяч долларов это тем не менее небольшая часть активов или сбережения этого человека называемый high net worth individuals с развитием вот рынка vdo и в принципе вот этих всех приложений по инвестициям инвестиции стали доступны более широкому кругу инвесторов и сейчас мы видим снижение среднего чека но при этом увеличение общей общей массы инвестиций за счет большого увеличения количества заинтересантов в таких инструментах поэтому сегодня там средний чек нашего инвестора уже будет там пределах миллиона рублей да это если смотреть на красные люди которые инвестируют в облигации плюс сместилась на сочке инструмент тоже поменялось если раньше людям было проще и понятнее инвестировать напрямую в компании то сейчас а покупка покупка облигации можно сложное непонятно то сейчас все разобрались как купить облигации на этом приложении тинькофф альфа фиридом госпоманк неважно у всех есть удобное приложение которое через которое может быть безусловно вот и теперь люди пользуются этим инструментом для инвестиций и вот лицо оно немножко меняется и следующее и следующая для нас задача это также объяснить и донести суть бизнеса и суть там инвестиций до более институционального инвестора это наверное тот сегмент инвесторов которые у которого есть большой потенциал роста после стимка бретел наверное инвестиции сейчас на пике да и принципе кто все кто хотел уже научился инвестировать на приток новых инвестиций он уже ограничен то если мы смотрим на институциональных инвесторов да а вы и компании так далее то там есть большой потенциал роста как бы именно того чтобы естественно там самое первое в секторе да зачастую там имея зачастую инвестор открывает на сектор лимит да и сразу же видит кого купить да естественно покупает скажем лидера отрасли да особо там не потому что есть большой займ есть там ликвидность да соответственно наверно тут понятно именно именно поэтому вот в новом выпуске мы работаем так вот с новыми для нас организаторами в том числе универ да в том числе в твоем лице да потому что у вас есть доступ к более институциональным инвесторам да по сравнению с теми организаторами которые раньше выступали у нас на на выпусках именно для того чтобы тихоньку да понятно здесь получился очень интересный с точки зрения получается да с точки зрения именно клиентской базы мы видим мы крупных инвесторов институционалов заходили небольшими лотами тоже институционалы есть крупные физики до которые большими лотами заходят да там из персонального обслуживания и принимать взвешено очень решение да есть как бы потоковые клиенты с небольшими заявками видимо там с розничных банков и тогда вот то есть в этом плане здесь видно что инвесторская база уже очень разнообразно это там большой плюс для рынка и для компании и это подтверждает только то что да все правильно делается с точки зрения бизнеса и оценки вот в принципе в принципе наверное у меня такие базовые основные вопросы я там осветил вот если есть что-то сказать еще нашим слушателям интересное и так далее с точки зрения прогнозов с точки зрения советов да тоже можно наверное обсудить рассказать ну наверное добавлю это будет интересный диалог в целом размещения со многими инвесторами и организаторами социальными инвесторами и потенциальными организаторами то есть мне кажется рынок уже достаточно развился появилось достаточно много разных эмитентов и поэтому инвесторам наверное пора уже потратить какое-то время и разобраться с точки зрения рисков разных эмитентов кого выше у кого ниже потому что зачастую сейчас все как бы ну плюс-минус под одну гребенку это показывает то есть ставки практически вот после несколько размещений практически всех игроков там микрофинансов рынка были одинаковыми почему ну потому что он микрофинансов рынок мы оцениваем вон там с точки зрения там доходности все-таки уже наверно пора начинать разбираться разными компаниями там у этой компании справедливая доходность тут у этой компании должна быть тут а у этой там то есть это вот наверное как вот опять же следующий этап развития рынка и чтобы потом никто случайно не 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 удивился и не расстроился понимать и разбираться ну да мы собственно для этого да и для этого и разговариваем да и записываем наши ролики да тут можно посоветовать смотреть нас ставить лайк обязательно смотреть наверное сергея лялина да это профессиональный профессиональный собственно говоря сайт по облигациям да быть там подписан на этот сайт там хорошие сервисы я тут минутку рекламы наших партнеров да которые позволяют как раз таки сравнивать доходности в том или ином секторе и инвестору даже розничному непрофессионалу финансовой отрасли эти эти сайты позволяют доступным языком показать качество той или иной бумаги да и и кредитный рейтинг там в вашем случае там достаточно высокий для отрасли в отрасли и другие нюансы которые которые связаны со ставкой и влияют на принятие решения вот то есть все цифры они естественно они не берутся с потолка да там как раз показана вся аргументация почему почему такой объем почему такая ставка да и какое качество у компании при этих параметрах так что можно посоветовать здесь развиваться и использовать профильные сайты которые на этом специализируют принципе так спасибо большое за время еще раз спасибо большое спасибо содержательную беседу да я думаю что мы будем периодически до по мере интереса со стороны инвесторов со стороны наших клиентов и ваших партнеров там эти проводить эти встречи до отвечать на вопросы рассказывать там о компании наших совместных проектов на финансовых рынках да мы говорим спасибо большое спасибо спасибо очень приятно по хорошим